Всем привет! Меня зовут Наталья и добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. И сегодня я вот в таком тяжелом, гламурном макияже к вам пришла. Я решила сделать видео, ну вы уже из названия поняли, я решила попробовать накраситься так, как красятся бьюти-блогеры, бьюти-гуру на ютюбе и инстаграм-блогеры. И в общем использовать все вот эти вот фишки, все вот эти вот методики, которые они любят. Так что у нас сегодня Кат Крис, у нас сегодня бронзовый макияж глаз, у нас сегодня огромная стрелка, накладные ресницы, тонна тонального, тонна консилера, бейкинг, три продукта для губ, контуринг, бронзер, румяна, два хайлайтера, в общем полный фарш. Так что если вам интересно, как я сделала этот макияж и какое мое мнение по поводу всех этих техник, то продолжайте смотреть. Итак, начнем. В лучших традициях американского ютюба я начинаю наносить макияж, во-первых, с уже готовыми бровями, во-вторых, с длинными заметными серьгами. Меня всегда это удивляет, вернее, ну не удивляет, я как бы понимаю, что серьги это как раз тот аксессуар, которым можно себя приукрасить в кадре. Но в повседневной жизни, мне кажется, гораздо правильнее сначала нанести макияж, а потом одеть серьги. Ну ладно. И еще одна вещь, которая меня всегда удивляет в американских ютюб-видео, это что блогеры не убирают волосы с лица, когда красятся. Я так делать не могу, я все-таки, пожалуй, клипсой вот так вот заколю, потому что иначе у меня все волосы будут в тональном креме. Ну и начну с продукта, которым я вообще никогда не пользуюсь, я много раз говорила, я не люблю базы для макияжа, я не вижу, чтобы они что-то делали для меня. Но сегодня я буду использовать вот эту базу от Бобби Браун с витаминами, которую считается, что можно использовать даже как увлажняющий крем. Я, честно говоря, не понимаю, зачем поверх своего увлажняющего крема наносить. Еще один увлажняющий крем и тем более, допустим, поверх SPF, то есть нанесли SPF, который должен лежать как бы на коже слоем, а сверху нанесли увлажняющую базу, которая должна проникать в кожу и увлажнять. Как-то, на мой взгляд, совершенно нелогично это. Но, ладно, будем действовать как американские блогеры. На эту базу я не видела ни одного негативного отзыва, все от нее в бешеном восторге. Посмотрим, как будет к меня. Ну и как будто нам этого было мало, я использую вторую базу порозаполняющую. Это Benefit Porefessional. Я тоже от нее не вижу для себя никакого толку. Вернее, так, я вижу, что действительно она блюрит поры в тот момент, когда я вот ее наношу на голую кожу. Как только я сверху наношу тональное средство, этот эффект полностью пропадает. Я пробовала даже наносить ее на одну сторону лица, а на вторую не наносить. И вот как бы уже при полном макияже никакой разницы я не вижу. Может быть, мне нечего особо прятать, может быть, на ком-то с более заметными порами она будет что-то большее делать. Но у меня вот эта вот миниатюрка чисто в экспериментальных целях. И ни в коем случае повторять я ее не буду, потому что это только лишний какой-то этап для меня. А, базу-то я нанесла, но красить-то мы сначала будем глаза. И в качестве базы под тени я буду использовать Concealer Tarte Shape Tape. Чего я тоже в повседневной жизни не делаю, потому что мне кажется, что получается слишком толстый слой продукта на глазах. И обычно я использую специальную базу под тени. Она на мне лучше работает. Но большинство ютюберов почему-то предпочитают именно Concealer использовать. Или MAC Paint Pot, он у меня тоже есть, но он вообще мне в смысле стойкости ничего не дает. Мне кажется, даже хуже делает стойкость теней на мне. Ну и поскольку тренд последних лет это теплые бронзовые макияжи, то я буду использовать свою самую теплую палетку. Это Tarte Tarteist Pro. Вот так вот она выглядит. Выглядит она не очень теплой на самом деле, но на мне все эти оттенки отдают в оранжевый чуть-чуть. Даже вот эти, которые выглядят холодными полностью, даже они на мне выглядят слегка тепловатыми. Но сегодня я буду использовать вот этот вот верхний ряд, самый-самый горячий. И начну с того, что закреплю свой консилер оттенком Classic. Я бы сказала, что это такой цвет слоновой кости. В качестве переходного я возьму теплый бежевый, теплый коричневый. Оттенок называется Innocent. Я это видео на самом деле один раз уже сняла, но у меня там, как обычно, небольшие технические накладки закрались. И видео, короче, не получилось. Но макияж я засняла на фото, и в инстаграме он всем так понравился. И когда я спросила, хотите ли вы все-таки увидеть это видео, хотите ли вы, чтобы я его пересняла, абсолютное большинство ответило да. Там больше 200 человек, только, по-моему, 2 человека сказали, что, ну, написали, что нет, не хотят. Поэтому я решила его переснять. Тем более, что это такой очень, ну, для меня интересный опыт был на самом деле. Теперь я беру более темный оттенок Wimsy и продолжаю углублять складку. Для меня достаточно странно наносить тени только на верхнее веко, а нижнее прорабатывать потом. Мне это немножко непривычно. Я, как бы, обычно глаза крашу сразу и верхнее, и нижнее веко. Кстати, опять же, любопытно, что я очень не люблю на себе теплые цвета, и у меня холодный подтон кожи, и я считаю, что мне больше подходят холодные цвета. Но в Инстаграме были комментарии, что это прямо твоя цветовая гамма. Я так, ну, может быть, не знаю. И теперь я возьму кисть поменьше. Это моя новая любимица Morphe M507. И нанесу самый темный оттенок Smoked в наружный уголок немножечко. И заведу слегка в складку тоже. И, конечно же, я делаю знаменитый Cut Cris. Консилером Tarte Shape Tape все тем же рисую себе, так сказать, новую складку. Или в дословном переводе с английского подрезаю веко. Что звучит, конечно, ужасно, но так это называется. Потому что, ну, какой же макияж бьюти-гуру без Cut Cris? И теперь я очищаю слегка кисть от консилера. И беру бронзовый оттенок Ethereal. И наношу поверх консилера на центр века. Немножко мне хочется больше металлического эффекта. Поэтому я сбрызну фиксирующим спреем кисть. Если бы я была настоящей бьюти-блогер, у меня был бы Max Fix Plus. Но у меня это просто никс. А на внутренний уголок я нанесу более светлый золотистый оттенок Glam. Так, и теперь возьму теплый коричневый Edgy. И немножечко стушую внешний уголок с моим Cut Cris. Я думаю, что даже заведу немножко в складку. Чуть-чуть подчеркну границу, чтобы более, так сказать, драматично получилось. Ну и, конечно же, никуда без стрелки. Ну вот я за кадром нарисовала вторую стрелку. Я почему-то достаточно легко могу правую стрелку на правом глазу нарисовать на камеру. Но стрелку на левом глазу я не могу рисовать на камеру. Потом я подкрутила ресницы и накрасила их тушью Too Faced Better Than Sex. Приклеила свои самые пушистые, самые драматичные накладные ресницы. Это Ardell, какие-то там, Wispies 113. Ссылочку на них я оставлю внизу. Как, в общем-то, на все, что я сегодня использую. По крайней мере, на все, что смогу. На все ссылочка будет внизу в описании к видео. И теперь займемся, наконец, лицом. Я взяла свой самый плотный тональный крем. Это Lancome Taint Doll Ultra. В принципе, я предпочитаю вообще полупрозрачные тональные. Но для видео о том, как красятся настоящие ютюберы, конечно, мне нужен тональный с плотным покрытием. И я буду использовать его много. У меня он в оттенке 010. Не знаю, как называется. 010. И зимой он для меня слишком темный. И мне приходится его разбавлять капельками Body Shop. К тому же он окисляется, как вы можете видеть. Но сейчас лето, я слегка подзагорела. И, в принципе, мне этот оттенок годится сам по себе. И наношу я, как и все свои тональные основы, бьюти-блендером. Опять же, как настоящий бьюти-блогер нанесу дополнительный слой туда, где мне якобы нужно больше покрытия. При том, что каждый день я обхожусь вообще полупрозрачным биби-кремом. Ну, не могу я придумать, где еще мне нужно больше покрытия. А, ну вот ладно, пусть будет подбородок. И теперь мой самый любимый трюк. Консилер Tarte Shape Tape. И я его буду наносить, как это принято, огромным гигантским треугольником под глаза. Если вы видели хоть одно мое макияжное видео, вы знаете, насколько реально я его наношу меньше. Ах, да, зайти чуть-чуть на нос. Так, ну и теперь, вот я уже измазалась в тональном. Ну и теперь, конечно же, выделить центр лба, спинку носа, подбородок. Ну и чисто мое, это мои усы. Ох, ох, онюшки! Как это все распределить-то? Консилер растянулся до самых висков. И теперь святая святых бейкинг. У меня тут остатки какой-то рассыпчатой пудры. По-моему, даже это смесь двух пудр. Я сейчас высыплю в крышку. Нет, не высыпается уже. Вот. В принципе, я в этом году перестала пудрами пользоваться вообще. Поэтому вот это то, что у меня осталось. И теперь я уберу складочки и буду делать бейкинг. Я нахожу, что эта техника абсолютно неприменима для женщин после 35. Несмотря на то, что ютюберы постоянно делают это, даже те, кому больше 35. Но, на мой взгляд, это ужасно подчеркивает, вообще вот это все вместе, толстый слой тонального с плотным покрытием, потом консилер и потом бейкинг, ужасно подчеркивают возраст кожи и текстуру кожи. Хоть они и говорят все время, что они airbrushed, как, я даже не знаю, как это сказать, зафотошоплено выглядят. Но, может быть, на камеру это так и есть. А вблизи это, конечно, смотрится, на мой взгляд, очень тяжело. Ну и пока мой бейкинг запекается, я нанесу скульптор. Это у меня LA Girl в оттенке Just Because. В качестве хайлайтера я буду использовать любимый всеми американскими бьюти-блогерами Master Chrome от Maybelline в оттенке Molten Rose Gold. С ним получилась смешная история. Я, когда у нас появился в продаже этот хайлайтер, побежала сразу его свочить, потому что столько слышала восхищенных возгласов по поводу того, какой он замечательный, какой он потрясающий. Посвочила в магазине и, честно говоря, какая-то фигня. И я заказала через ebay из штатов. И у меня есть пост в Инстаграме, если вам интересно, между штатовским хайлайтером и тем, что продается в Латвии и в России, практически нет ничего общего. Это два совершенно разных продукта, они даже произведены в разных странах. Вот этот вот, который продается в Штатах, произведен в Канаде, а то, что продается у нас, ну и у вас в России, он произведен в Китае. И он совершенно не такой сияющий. Но мне, как вы видите, все равно он слишком темный. Это скорее этот топпер для румян, бесполезный в моем понимании продукт. Поэтому я воспользуюсь моей палеткой от Huda Beauty и возьму вот этот вот оттенок Santorini. Он белый с золотом и добавлю его немножко. Я люблю, чтобы хайлайтер не только сиял, но еще и был как бы светлее оттенка моего кожи. А это достаточно тяжело найти. Редко бывает. Хайлайтер светлее моего оттенка кожи. Наношу на галочку над верхней губой и на спинку носа. А, и на кончик, как они все любят, на кончик носа побольше. А что, прикольно. Носик такой стал узенький. Мне нравится. Так, ну и теперь будем наконец-то заканчивать с глазами, с нижним веком. И я буду, в принципе, повторять все те же цвета, которые я использовала на верхнем веке. Сначала достаточно пушистой кисточкой нанесу Innocent. Потом более тонкой кисточкой нанесу Wimsy. И потом вот такой плоской кистью от Morphe. Это M432. Нанесу прямо вдоль ресниц темно-коричневый смокт оттенок. Я, когда Morphe уходил с Beauty Bay, по скидкам купила вот две кисточки. И несмотря на то, что очень многие говорят, что у Morphe кисти некачественные, ну, пока они мне очень нравятся. Вот это вот растушевочное, очень мягкое, на удивление, честно говоря. И вот эта плоская, ну, как бы я давно хотела такую кисть, но не хотела отдавать за нее кучу денег, потому что, ну, как бы тут мягкость не нужна особая. Нужно, чтобы вот у нее жесткий, наоборот, край был. И этими кистями я, на удивление, очень довольна. Но я их покупала не так наобум, что типа, ах, какие бы кисти от Morphe мне купить. А я их покупала по отзывам, опять же, ютюберов. И не тех, которые аффилированы с Morphe, не тех, которые комиссию получают. Поэтому хвалят абсолютно все кисти бьюти-блогеров, которые просто заинтересованы в том, чтобы дать хороший совет. И вот я осталась более чем довольна. Сейчас еще немножечко растушую предыдущей кистью. И сейчас я сделаю еще одну вещь. Раз уж у меня есть вот эта вот пудра от KKW, которая должна высветлять зону под глазами, я попробую ее туда нанести, несмотря на то, что я считаю, что у меня там пудр и так больше, чем надо. Ну, раз уж у меня есть такой продукт, и его рекомендуют так наносить, значит, надо попробовать. Тем более, что оно у меня лежит, честно говоря, абсолютно бессмысленное и бесполезное. Ну, вот как-то так. Ну, посветлее вроде стало. Так, теперь я за кадром накрашу нижние ресницы тушью Better Than Sex и вернусь к вам, чтобы мы доделали губы. Я еще за кадром добавила хайлайтер во внутренний уголок глаза и под бровь, вот из этой палетки Huda Beauty. И сейчас я закреплю весь макияж спреем от Cover FX. Его надо взболтать сначала и потом распылить. И якобы это все мои пудровые продукты на лице должно сплавить вместе и убрать излишнюю пудровость. Не знаю, даст ли это что-то реально. Ну и, наконец, губы. Для контура я буду использовать карандаш от Isadora в оттенке 79 Subtil Nude. Скоро не будет видно оттенка уже. Дальше я буду использовать помаду Lime Crime в оттенке Marshmallow. Это такой любимый всеми персиковатый нюд. И поверх нанесу блеск от Bugs в оттенке Scent. Ну вот такой макияж у меня получился. Как вам нравится, напишите. Мне вот на мониторе очень нравится, особенно как носик такой тоненький стал. Очень классно. В зеркале вот с такого расстояния, ну вот где-то у меня на расстоянии вытянутой руки зеркало находится. Мне, в принципе, тоже как нравится. Но если я посмотрюсь поближе, я, конечно, вижу тонну косметики на лице. Ни у кого даже мысли не возникнет, что я не накрашенная. Для меня это прикольный вариант на какое-то мероприятие, где будет фотосессия или где будут снимать видео. Но, конечно, это не то, что не повседневный вариант. Это даже не вариант для какого-то мероприятия, где я буду общаться с людьми лицом к лицу. Если я буду, допустим, выступать со сцены, то это, наверное, будет очень классно выглядеть. И люди в зале будут, я буду для них достаточно яркая, у меня будет идеальная кожа, как зафотошопленная. Но если это вот какое-то мероприятие, какая-то вечеринка, где люди общаются, то достаточно близко ко мне подойти. И будет видно, что я очень-очень-очень тяжело накрашена. И я же второй раз делаю этот макияж. И первый раз я ощущала страшную сухость по всему лицу, просто ужасную, катастрофическую. В этот раз я такого не ощущаю. Я как бы чувствую, что кожа сухая. Но это не так противно, не так неприятно, как это было в прошлый раз. Может быть, дело в том, что я в этот раз использовала другой спрей для фиксации макияжа. Ну и в целом, что мне не нравится? Мне не нравится, что от бейкинга у меня на волосах остается пудра, которая выглядит немножко как седина. Это, конечно, для меня прям вот минус. Я вот думаю, что бейкинг это все-таки не моя тема. Хотя, честно говоря, зона под глазами выглядит классно. Ничего не могу сказать. Я не знаю, как этот макияж поведет себя, если я где-то буду бегать по городу и потеть. Потому что, если вы видели мое видео о гипергидрозе, вы знаете, что я страдаю проблемой гипергидроза лица. И мне кажется, что такой макияж, если я вспотею, приобретет моментально очень-очень-очень некрасивый вид. В общем, напишите, что вы думаете по поводу такого бьюти-блогерского макияжа. Как вам кажется, идет, мне не идет. Смогли бы вы, захотели бы вы такой тяжелый макияж носить, ну если не на каждый день, то хотя бы на выход. Ну и не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал, потому что впереди много других интересных видео. До встречи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok